Здравствуйте, в эфире телеканал ДУН-24, программа «Что волнует?». И сегодня у нас в гостях координатор регионального общественного движения «Волонтеры-медики» Ангелина Фишунова. Ангелина, добрый день. Добрый день. Прежде всего, чем занимается ваша организация, сколько вас, кто входит в состав организации? Да, я занимаю должность регионального координатора Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» уже более года. Мы работаем регулярно, ежедневно. На настоящий момент 602 «Волонтеры-медика» зарегистрировано в Ростовской области. У нас также есть 11 школьных отрядов, в которых мы ведем профориентационную работу со школьниками. Мы занимаемся по множеству направлений, у нас много проектов. Это санитарно-профилактическое просвещение, популяризация кадрового донорства. Также мы помогаем медицинскому персоналу в медицинских учреждениях нашего города, популяризуем здоровый образ жизни и реализуем разные проекты по профилактике социально значимых заболеваний. Региональный штаб вашей организации открылся, когда ввели пандемию? Да, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» стало одним из инициаторов вообще создания регионального штаба по помощи пожилым людям в период распространения коронавирусной инфекции. И я являюсь региональным руководителем сейчас этого штаба по помощи людям. Мы начали работу штаба с 20 марта 2020 года. Официально начали уже выезжать по обращениям и помогать людям. Ну и какие услуги оказывает ваша организация пожилым людям? Мы помогаем оказывать адресную помощь пожилым людям нашего региона. То есть мы можем оказывать такие услуги, как доставка продуктов, то есть их приобретение, и доставка пенсионеру домой, доставка лекарственных препаратов, вынос мусора. То есть тот функционал, который не требует прямого контакта между пожилым человеком и волонтером, чтобы избежать риск распространения инфекции, то есть заражения, обеспечить, грубо говоря, безопасность как волонтеру, так и пожилому человеку. Каким образом пожилые люди могут к вам обратиться? Как происходит вот это взаимодействие между вами и вашими, так скажем, подопечными? Нет, я сейчас объясню. Горячая линия федеральная. Это федеральная линия, на нее звонят все пенсионеры со всей России. Далее уже сотрудники колл-центра федеральной горячей линии переводят эти обращения в электронный вариант, и они поступают нам в электронную базу ОНФ-помощь, то есть Общероссийского народного фронта, платформа. И после чего мы уже получаем обращение в электронном варианте, где указан номер заявителя телефона. Мы уже связываемся напрямую с заявителем и уточняем полностью характер обращения. Для начала волонтеры штаба обрабатывают это обращение, то есть задают вопросы пенсионеру, составляют список покупок продуктов или же лекарств, оформляют определенное заявление. Далее они уже передают это заявление волонтеру выездной группы, то есть которая непосредственно будет выезжать к пожилому человеку. С этим заявлением волонтер едет в магазин или же в аптеку, приобретает необходимые товары и обязательно сохраняет кассовый чек. Также волонтеру сообщается специальный номер кодовый, это номер заявки, который известен только волонтеру выездной группы, ответственному волонтеру в штабе и самому заявителю. То есть это является таким гарантом, что к пенсионеру пришел именно волонтер и исключают возможные риски. Также обязательно все волонтеры проходят обучение. В первую очередь это дистанционное обучение, которое осуществляется на интернет-ресурсах и состоит из видеокурса лекций и тестирования. Для того, чтобы получить сертификат о прохождении дистанционного обучения, нужно ответить правильно на все 10 вопросов тестирования. После этого волонтер допускается уже к очному обучению и инструктажу, который проводим мы, волонтеры штаба, перед тем, как отправлять волонтера на заявку. То есть чтобы были соблюдены все протоколы техники безопасности. А как проходит обучение волонтеров и сколько этапов обучения существует? Ну, отвечая на вопросы теста, волонтер также проверяет свои усвоенные знания в ходе видеокурса именно на предмет информации о правилах безопасности, санитарных нормах, то есть как необходимо выполнять заявку, какое необходимо соблюдать безопасное расстояние, какие выполнять действия, прежде чем выйти на заявку. И, в принципе, на очном обучении, когда мы проводим инструктаж, мы тоже все более подробно уже объясняем волонтеру, чтобы не было никаких нарушений. Мы объясняем о том, что ни в коем случае нельзя подходить к пожилому человеку в квартиру, то есть все делается дистанционно. Идеальное безопасное расстояние это 2 метра, то есть как минимум 2 вытянутой руки. Волонтер вытягивает руку и пенсионер протягивает руку. И таким способом можно передать пакет с продуктами, например, и чем. Также мы обязательно каждому волонтеру выдаем индивидуальный комплект средств защиты, то есть это маска, перчатки, антисептическое средство, для того, чтобы волонтер мог обеспечить свою безопасность. На данный момент обращений к вам много, пользуются услугой люди? Да, заявок очень много. Всего в день мы обрабатываем около 100 заявок, то есть волонтеры штаба звонят заявителям, пенсионерам, узнают подробности по заявке, и таких заявок в день более 100. На данный момент в Ростовской области обработано уже 733 заявки. С какими просьбами, прежде всего, пожилые люди к вам обращаются? Пожилые люди просят приобрести продукты первой необходимости, лекарственные препараты. Также часто мы помогаем с приобретением рецептурных препаратов, то есть именно действительно экстренной необходимости. Также иногда просят вынести мусор. То есть какие-то просьбы, например, убрать в квартире или еще что-то, то, что требует контакта, мы выполнить, к сожалению, не можем, потому что в данной обстановке эпидемиологической это не относится к нашему функционалу, нужна именно бесконтактная помощь. Есть ли у вас постоянные подопечные, которые к вам обращаются уже не в первый раз? Да, такие люди есть. Многие даже бабушки и дедушки просят, чтобы к ним пришел тот же волонтер, то есть они уже запоминают ребят, им нравится, как они помогают, и хотят видеть их снова, конечно. Если говорить о волонтерах, все ли они студенты и чем они занимаются в обычной жизни, ваши волонтеры? Ну, достаточно большая часть волонтеров – это именно волонтеры-медики, то есть студенты Ростовского государственного медицинского университета, также это активисты Общероссийского народного фронта и студенты других вузов, СУЗов, активисты общественных организаций, даже спортивные команды, просто заинтересованные люди, которые действительно хотят помочь и внести свой личный вклад в эту помощь. А много ли желающих стать волонтерами есть, так скажем, спрос на эту, даже не профессию, а призвание, наверное? Волонтеры появляются ежедневно, то есть мы постоянно получаем выгрузку с платформы, где регистрируются волонтеры, и связываемся с волонтерами, чтобы включить их в работу. То есть ресурс волонтерский постоянно пополняется. Как стать волонтером вашей организации, и как к вам обратиться за помощью? Вот пожилые люди, каким образом могут обратиться к вам за помощью? Чтобы стать волонтером, нужно зарегистрироваться на сайте Добро.ру, или же зайти на сайт Мы вместе 2020, там тоже есть достаточно удобная платформа, где можно легко зарегистрироваться любому желающему. Чтобы обратиться именно за помощью, номер горячей линии также есть на сайте Мы вместе 2020, это номер 8 800 234 11. То есть пожилой человек просто звонит на горячую линию, и потом происходит взаимодействие, вы ему помогаете, все верно? Да, пожилой человек звонит на горячую линию, рассказывает о своей просьбе, сотрудники колл-центра переводят ее в электронный вариант, и присылает уже нам в личный кабинет, где мы уже связываемся индивидуально с заявителями, именно из нашего региона. Ну и, наверное, последний вопрос, если брать статистику. Количество обращений на горячую линию от пожилых людей, оно растет с каждым днем? Да, количество обращений однозначно растет. С каждым днем люди все больше о нас узнают, все больше требуется наша помощь, и с каждым днем обращений становится все больше. Ну, спасибо вам большое за интересный разговор. Надеюсь, что многие пожилые люди сейчас нас посмотрели, и обязательно обратятся за помощью на вашу горячую линию, вы им поможете. Это была программа «Что волнует» на телеканале ДОН-24. Меня зовут Иван Полехин. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»